Всем привет и добро пожаловать в новый влог! В общем, недолго мы выдержали дома после Дубая. Тут, конечно, был полный тухляк. Поэтому отправляемся в новое мини-путешествие. Эмили, ты это с собой берешь? Бутылку и маску, да? Я с маленьким ребенком едет на три дня на машине. Вот такое пакетище, вот такое пакетище, два чемодана, рюкзак, сумка. И Эмиляша. Чем я люблю путешествие на машине? То, что не нужно думать, сколько там по весу поместится, сколько влезет в чемодан, сколько не влезет. Просто берешь все в два раза больше, чем нужно, может быть. Но не паришься, что это не понадобится, потому что так или иначе в машину все кое-как влезет. Смотрите, какие классные ботики я себе купила как раз по погоде для нашей поездочки. Эмили, ты красотка? Тебе нравятся кроссовки, да, твои? Классные кроссовки. Посмотри в зеркало на себя. Ой, какая красивая Эмили. Эмили готова к поездке. Роуд-трип на машине. Да. Первым делом идем закупаться. Эмили. Эмили всю дорогу спала. Заходим в магазин, и тут сразу русская полка. Буратино, тархун, жгущёночка. Для всех, у кого ностальгия. Мы приехали, я так еще и не сказала, куда мы приехали. Мы приехали в Винтерберг. Это такой горнолыжный городок в центре Германии. Тут, конечно, не прям высокие горы, как где-нибудь в Баварии на границе с Австрией. Но мы сюда и не кататься на лыжах приехали. Собственно, сейчас еще и не сезон. Мы приехали просто гулять. Мы тут уже были, когда Эмили, аше было три месяца. И тут было так классно. Тут такой воздух, такие виды, такой лес, сосновый. В общем, буду вам все показывать. И мы сейчас остановились в тех же апартаментах, что и в прошлый раз. Вот все, кто живет в Германии, очень советую апартаменты. Сейчас вам покажу, как обычно, рум-турчик. Они невероятные, и сами они очень стильные. И самое классное, это, конечно, вид, который из них открывается. Пойдемте. Так, сзади меня вход в апартаменты. Здесь есть место, чтобы развесить верхнюю одежду. Эмили уже разбирает покупки. По левую сторону находится небольшая такая техническая комнатка. Давайте сделаю вот так, чтобы было понятнее. Здесь, то есть, все для уборки, сушилки. Даже пылесос. Но, думаю, он нам не понадобится. Пройдем. Сначала мы взяли прям большие апартаменты в этот раз. Конечно, нам все комнаты не нужны. Тут есть одна маленькая спальня. Есть вторая маленькая спальня. И вот, собственно, главная спальня наша. И нам здесь поставили детскую кроватку. Вот так это все выглядит. Апартаменты очень стильные, очень новые. Я это знала. Мы тут уже были один раз, только в более маленьких. Здесь, смотрите, ванная, душ. Раковина. Ну, в общем, все, что нужно. Но самое главное, это новый ремонт. И здесь есть еще одна ванная уже с душем. Ну и, собственно, хайлайт этих апартаментов. Это, конечно, главная комната. Во-первых, посмотрите, какая тут стильная маленькая кухонька. Зона столовой. Нам даже детский стульчик дали. Мы с собой брали такой складной. Не знали, что будет. Зона гостиной. Очень стильная мебель. Невероятно стильные лампы. Все в таком, да, горнолыжном вот этом стиле. Посмотрите, люстра какая красивая над столовой зоной. Телевизор. Но, естественно, естественно, все это не важно, а важно это вот этот вид. Давайте попробуем выйти. Посмотрите на эту красоту. Невероятно. Там, кстати, виден. Сейчас приближу. Видите, вот это вот. Это как раз подъемник. Но он сейчас не работает, потому что им никто не пользуется. Там есть маленькое озеро. Эмли, ты выпрыгивать собралась? Не нужно. Ну, просто невероятно. И поскольку лес хвойный, то даже несмотря на то, что осенью уже листочки опадают, тут всегда зелено. Очень просторная комната. Но мне больше всего нравится, конечно, сам интерьер. Я эстет. Я не люблю останавливаться, где попало. Мне нравится вся мебель, да. Тут чисто такой скандинавский стиль. Есть, кстати, смотрите, зеркало большое. На кухне есть абсолютно все, что нужно. Я еще не заглядывала, но я это помню по тому разу. Кофемашина, чайник, вся посуда. Эмили включила телевизор уже. Мы тут готовить особо не собираемся. Будем ходить в рестораны и заказывать еду. Покажу, что мы купили в маркете. Кому не интересно, можете внизу по тайм-коду промотать к следующей главе. Панду ты свою нашла уже, да? Панду. Так, мы купили ягоды. Это тут голубика, виноград, малина. Я покупала все, что не нужно готовить, потому что готовить я тут не собираюсь. Греческий йогурт. У нас эмиляша очень любит, и мы будем на завтрак есть. Для мужа я беру йогурт из козьего молока. Он любит очень ежевика, пармезанчик. Эмиляша взяли книжку со стикерами. Это явно Дима подложил пакет. Так, взяла какао. Кстати, Эмиля обожает какао. Ее, конечно, я редко даю, потому что там сахар. И Дима тоже любят. Вот этот можно пить холодным, а можно разогреть в микроволновке. Шоколадка. Мед. Это для йогурта как раз для нас. Тоже не для Эмили. Детям до двух лет мед же есть нельзя. Еще один йогурт. Сырок. Мы будем пить винчик сыром, поэтому сыра будет много. Это хампанское. Я взяла свечки, чтобы был романтик и к ним электрическую зажигалку. Еще один сырок. Продолжаем. Тут у нас прошутка итальянская. Еще какая-то ветчина из индейки, которая не жирная. Конечно же, красная рыбка. Это тоже явно не я клала в пакет. Обожаю чурицу. Салями. Взяла какую-то очень красивую рождественскую книжку для Эмили. Потом посмотрим. Эмили взяла сейчас крендельки, чтобы она не голодала. Мюсли без сахара, чтобы кидать в йогурт, кто захочет. Еще одна шоколадка с солью. Я очень люблю шоколад с солью. Если вы не пробовали, то советую вот этот от Линта. Вино. У меня муж больше пьет вино, я больше пью шампанское. Еще сыр. Взяли ананас. Он прям видно, что сладкий. Потому что, смотрите, он какой желтый. Его нужно прям съедать быстренько. Клубничка. Клубничка сейчас голландская. Естественно, тепличная. Очень люблю вот такие бэби морковки. Сушеный манго тоже обожаем. Мы оба. Какие-то крекеры тоже. Все под вино, чтобы был сыр, виноград, ягодки, крекеры. Козий сыр, который мягкий, можно мазать хлебцы. Снова сыр. Кстати, впервые увидела бри в ломтиках. Обычно же бри треугольником нужно резать, а тут был в ломтиках. Мне кажется, это очень удобно. Взяла попробовать. Помидорчики, огурчик, перчики. И для Емеляши ее любовь сосиски. Все, вот такая вот закупочка. Посмотрим. Я думаю, нам почти на все время хватит. Потому что, как я уже сказала, есть мы будем или в ресторанах, или заказывать. Потому что с таким видом, честно, никакой ресторан, по-моему, не прибьет. Тот вид, который есть у нас в апартаментах, с такой красивой столовой зоной, даже прикольнее что-то заказывать сюда. Мы пришли на ужин в ресторан. В Винтерберге нету ресторанов с современным таким интерьером. Все в стиле годнолыжного курорта. Но я нашла тот ресторан, где, как минимум, есть инстаграм. Тут, во многих, даже этого нет. И очень такой современный подход к приготовлению пищи, современное меню. Мы заказали в Барашинг-смю. То есть, это меню, где мы не знаем, что нам дадут. Там у меня будет 4 блюда. У Димы будет 3. Потому что для Емеляшки мы взяли шницы. Зима хочет там тоже подъездить. Нам на закуску принесли салат из помидоров киноа и с жареным авокадо. Выглядит очень достойненько. У меня здесь тыквенный суп с карри. Порция, в принципе, небольшая. А это я уже переживаю, как я буду есть еще 2 супы. Я очень-очень люблю. У Емеляши тут чисто перекусить шницы. А у нас стейк из говядины с пататом. Выглядит шикарно. Да, и чтобы Емеляша совсем уж голодной не осталась, ей еще картошечку дали. На десерт нам принесли домашний шоколадный мус. Тут порция как раз соответствует всему, что было до этого, потому что много уже в нас не везет. Догоняй, папу, догоняй. Емеля, забери у папы чипсы. Скорее забери чипсы у папы. Быстрее, быстрее. Догоняй, догоняй. Вот это мы проснулись в фильме у Стивена Кинг. Просто туман. Такое, что не видно ничего. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Мы спустились. Это было быстро, но мне стало так жарко. Классно, когда на Курсках есть вот такие лямки, чтобы ее снять. Она просто на них висит. Теперь идем назад в гору. У меня прям тренировка. Я тоже похоже не спросила. Я снимаю. Эмили это, да? Ой, ну это кайф. Лес, хвойный, невероятный воздух. Заодно и тренировочка. Просто все. Все вместе. И не шутка. Сзади идет. Кстати, построили новую серию домиков для лыжников. Есть очень неплохие. Сейчас покажу вам, какие вот не эти. А вот эти, видите, с панорамными окнами. И они как раз повыше. То есть у них и вид соответствующий. Но они как-то поменьше, чем то, где мы. Но сам формат такого стеклянного домика романтичненький. Идем теперь уже на прогулку не в лес, а до панорамного ресторана. Там должен быть прикольный мост подвесной. Поэтому я приоделась теперь из спортивной куртки в более привычный, точнее, в более приличный лучок. У меня сейчас спит. А мы идем вот на вот этот вот подвесной мост. Вроде там самый длинный в Германии что-то такое. Я перепроверю, еще тут подпишу. Вроде как туда можно с коляской. Надеюсь, это верная информация. Пошли мы к мосту. Вход на него для взрослых стоит 7 евро. Для детей до 3 лет бесплатно. И туда можно с коляской. Ура! И мне кажется, что только все проспит. Вот это, кстати, ресторан Панорама. Куда мы, скорее всего, потом пойдем. Мы забыли в прошлый раз. Ну, он обычный ресторан, но там просто вид красивый. А сейчас забираемся на мост. Теперь спорт у Димы. Вот так вот это выглядит. Ну, я, конечно, думала, что подвесной что-то прям страшно идти. Тут вообще не страшно, но вид классный. Я сейчас туда пойду. Ничего себе! Аккуратно, что я тебя потом не ловил. Классно! Но он не трясет. Он меня чуть-чуть трясет. Турчин и я, конечно, не свободно. Только туда-техать. Также речь пойдет на мост. Ха-да-техать. Он меня заходил к настроку. И, конечно, тебе сказал. Какая-дет машина, пашая. Иرك lever nuit. Ваш ловил рядом. И, конечно, заходил до конца. Ваш ловил рядом. Ваш ловил здесь. Это, конечно, просто верно. Аккуратно, в коориле. Ура. Ура. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень классно, мне прям понравилось А потом поднимаешься наверх на вот этих лыжных подъемниках Ничего себе, вот эта горка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok